Мало хотеть, нужно делать. Таков девиз моего сегодняшнего собеседника. Звание почетного гражданина Трубинского поселения его не обязывает, а скорее сподвигает на благие свершения. Эдуард Сумков, предприниматель, общественный деятель, сегодня гость нашей передачи. Здравствуйте, Эдуард Львович. Спасибо большое за то, что пришли к нам в студию. Очень приятно вас видеть. У нас в передаче бывают разные люди, так уж она называется, более известные, менее известные. Но вы, я думаю, для наших зрителей такой человек-загадка немножко. Я думаю, что о вас немногие слышали. И мне бы хотелось сегодня, как ведущий и как жительница Щелковского района, все-таки жителей с вами познакомить. Познакомить наших. Потому что немало вы делаете, и ваши заслуги на самом деле трудно переоценить. И вот сегодня мне хотелось бы с вами поговорить о месте, где вы живете, и о том, почему вы стали почетным гражданином. Во-первых, добрый день. Приятно, что вы пригласили меня на эту передачу. Вот. Ну, я, во-первых, корни мои здесь. У меня живут здесь родственники. Вот. В свое время я поженился. Повезал свою спутницу. Она тоже отсюда? Да. У нас поселок Литвиново. Трубинское поселение. Вот. Поженился. Вот. Закончил высшее образование. Но так как я спортсмен бывший, с того корня пришлось бросить здесь отдаваться спорту. Потому что спорт – это моя жизнь. Хоккей, я так правильно понимаю? Да. Это хоккей. Меня всю жизнь тянуло и тянет до сих пор. Как бы… Налет. Да, налет. Я не представляю, как бы без этого свое времяпривождение. И очень многое отдаю ему. Ну, почему? Потому что, во-первых, здоровье – это объединение с людьми. Это поставлено на какие-то задачи, цели, достижения. Вот. И самое главное, конечно, это здоровье. Профессионально я сейчас бы никому не рекомендовал бы заниматься, а именно для здоровья. Он очень фанатичный спортсмен. Он очень любит свой хоккей. Он любит все виды спорта, но хоккей больше всего. Участник команд. И конкретно нашей команды Литвинова. Литвинова, ветеранов. И у него есть друзья, которые именно серьезно увлекаются. То есть это серьезное хобби. Ну, я бы не сказал профессиональное, но практически на профессиональном уровне. Таких в районе, наверное, не то, что в районе, а в области нету игроков. Потому что в детстве я занимался профессионально хоккеем. И школа дала о себе знать. В свое время я когда поженился, приехал, здесь был какой-то, ну, в хоккей же он был. И я влился в него. То есть мы стали выступать, организовали свою команду. С 2003 года команда «Спарта». Вот нам 10 лет. Мы объехали очень много стран, участвовали в турнирах международного класса, российского значения. То есть ездили болеть за наши команды на чемпионат мира, в КВБ, в Швейцарию, в Латвию. Ездили в Анкуеру на Олимпиаду. То есть я являюсь также спонсором этой команды. Почему? Потому что люди, соответственно, большой ответственностью подходят к этому делу, решением наших поставленных задач. Вот. Они мобилизуются. Они как бы настроены на это участие. Почему? Потому что это очень интересно. Это интересно и для здоровья, как бы и познавательно так же. С приходом Эдуарда начались поездки, турниры всякие. Объездили очень много стран. До этого мы играли в районе, в области. Дальше мы никуда не ездили. А тут получилось так, что организовались турниры. Благодаря Эдуарду. И вот первый был в Ригу поехали, в Латвию. Канада, Швейцария, Америка, Финляндия. Так что посмотрели все благодаря ему. Во-вторых, мы боремся против наших вредных привычек. Это алкоголизм, курение, наркомания и так далее. Почему? Потому что в нашей команде этого места нет. И поэтому команда у нас очень обширная. До 30-40 человек. Люди разных возрастов. Начиная с 23-х, окончая с 58-ми лет. То есть возраст, вы сами видите, какой. Плюс это, наверное, большой, огромный резонанс в семьях. То есть, понимаете, одно дело, человек пришел в газетку, читает, да, и знает, чем заняться. Отсюда мы и видим, что люди могут... Ну, пойду я пивка попью, сегодня пивка, завтра. Еще чего-то, да. А так люди в тонусе. У нас вот в этом году мы провели порядка 75 игр за весь сезон. То есть, представляете, каждый четвертый день, если сложить на 365 дней, да, человек занимается. Он должен быть в форме, себя держать. А вот где эти игры проходят? То есть, зимой-то я понимаю, что они могут проходить на открытый раз. Мы арендуем ледовые арены, то есть, Балашка, Мытища, Москва, Черноголовка. Ну, вот я почему говорю, да, вот я, например, как жительница Щелкова, я ни разу не была на хоккейном турнире, вот где-нибудь... Вот почему там, что здесь нет? Да, потому что нет, потому что поселок Литвинова и Воронок, ну, большей частью Литвинова. То есть, там проходят все турниры. И спартакиады все районного значения, зимние. Почему? Потому что у нас там есть какая-то матбаза, в которой я также принимаю участие. Для чего? Для того, чтобы дети, взрослые приходили, катались зимой, там, в каких-то соревнованиях участвовал. То есть, это мне еще доставляет такой адреналин. Почему? Потому что, когда ты приходишь на каток, и много детей, и людей, то есть, ты понимаешь, что они занимаются хорошим делом. И ты от этого кайфуешь, понимаешь? Ну, как бы было здорово, например, если бы у нас были катки наподобие вот Балашек. А с 2003 года Леонид Андреевич нам обещал в 2003-м, и вот по сей день. Ну, 10 лет прошло. Да, я считаю, что этот срок не очень, конечно, большой. Но можно было в Щелковском районе построить ледовую арену в результате того, что все-таки у нас 180 тысяч, я считаю, это такая цифра, да, и плюс прилегающие города. То ледовый дворец здесь был бы необходим. Почему? Потому что первое, для чего он нужен, это, во-первых, будет сразу школа спортивная, в которую будут приходить детишки с родителями, которые будут знать, чем их дети занимаются, свободное от учебы время. Это минус наркомания, алкоголизм и так далее, плохие. То есть я понимаю, что такая вот именно цель у вас, молодое поколение, да и не только приобщить к спорту, да, приобщить к здоровому образу жизни. Чтобы это была здоровая нация, понимаете, чтобы мы могли в любое время встать на защиту своей Родины. Или там, это уже, конечно, большие слова, но все равно, сами знаете, что если ты будешь оттягиваться, поджиматься, бегать, прыгать, то, в принципе, это нормально. В втором теле здоровый дух, опять же, да? Ну так вернемся к почетному, званию почетного. Я почему заостряю на этом внимание, понимаете, жителей-то у нас много, в каждом поселении, да, и есть люди, которые делают, делают немало. Но почетное звание дает, почетного гражданина дает не каждому. И поверьте мне, что бывают у человека и заслуги, все, ну вот чем-то нет. А у вас не просто звание почетное, у вас еще и удостоверение номер один. Ну да. Да. А что еще? Какие еще вы вносите положительные изменения в ваше родное? Это же ваше родное место. Ну да, это мой как бы второй дом. Ну понимаете, у меня принцип жизни, наверное, такой, помогать мне родители так воспитали, помогать людям. Поэтому у меня не ставилась задача, там, стать почетным гражданином или там, чтобы мои кто-то заслуги оценил. Нет, я просто живу так, сам по своим принципам, что если я могу помочь человеку, то я помогаю. Если я могу помочь детскому саду, то я могу помочь. Если нет, значит нет. Могу я отремонтировать школьный зал спортивный, значит я помог. Для этого есть какие-то выделенные средства, которые потратились именно на это. И как бы это для себя, это уже очередной порожек. Прошел, идешь дальше, понимаете. Если заасфальтировали там что-то, то это приятно. Люди входят в тапочка чистенько, там все аккуратненько, понимаете. Построили дополнительный комплекс спортивный, там, сауну сделали, раздевалки. То есть детишки приходят, раз захотели, там, отзанимались, пошли посидели в парилочке, приняли душ как нормально. Понимаете, вот и все. Да и, понимаете, в любом моем каком-то начинании надо довести дело до конца, если ты обещаешь. А если ты не можешь, то не надо обещать. Это самое страшное. Знаете, еще же важно, порой под вот такими-то делами скрывается некая корысть. Вот я почему говорю, да, что вот говорят слово, есть такое слово благотворительность, да. Оно хорошее по своей сути, творить благо. Но есть еще такое высказывание, оно древнее, не мной, оно сказано, что благими намерениями в определенное место дорога выслана, да. То бишь, не самое лучшее. Но вот я считаю, это мое, наверное, мнение, оно личное мое, что дела вот, да, надо отдавать и все, и ничего за них не требовать. Да, совершенно правильно. Вы это делаете для души? Конечно, я это делаю для души, и я это делаю сознательно. Почему? Потому что это правильно. Я могу ошибаться в каких-то, и меня поправляют. Я не люблю, когда мне правду в глазах говорят, потому что это... Не любите? Нет, я наоборот люблю. А, любите? Люблю. Почему? Потому что если человек может высказать своему близкому, там, другу, мужу, жене, правду, что вот у него недостатки, это хорошо. Почему? Потому что тот человек, он может ее воспринять и действительно сделать какие-то выводы. Ну, если он здравомыслящий, если он не обидчивый и не гордливый. Да, да. И поэтому я знаю, что люди многие очень делают, знаете, там, сделал что-то, обязательно за это что-то нет. Обязательно это надо показать. Вот почему я говорю, а вас мало кто знает, потому что в газетах о вас не пишут, ну, особо, да. По телевизору, опять же, вас не часто увидишь о ваших там каких-то. А ведь вы делаете действительно много этого, вот, по словам, опять же, людей и по словам, вот, с которыми вы сотрудничаете, властями, да, вот этого поселения, потому что, ну... Не, ну, судить, конечно, не мне, а людям, которым, понимаете, ну, поэтому, как мои родители воспитали, доказывай делами. Вот ты делаешь, есть возможность и делаешь, понимаете. А если ты будешь говорить, а не исполнять, ну, тогда смысл. Ну, да, этого нет. Ну, пообещал людям построить там что-то, да. А ведь они же тебя не будут, ой, интересоваться, почему у тебя не получилось, понимаете. А у тебя действительно что-то. Поэтому ты иди реально к своим целям. Задумал что-то, вот задумали мы там, да, нахуй, три газа, да, мы к этому шли три года, никто не верил. А мы сделали за три года, и люди сейчас с газом, понимаете, и это уже такая ступень очередная. Почему? Потому что все, фитилек зажегся, и я уже забыл про это, потому что у всех уже тепло, все уже довольны, счастливы, понимаете. И ты от этого кайфуешь. То есть вы получаете такое удовольствие от того, что делаете? Задумали дороги сделать, там, раз, вроде, раз, раз и дороги. Обычно дождь пройдет, да, люди в сапогах, а сейчас в тапочках идут, с детишками на велосипедиках ездят. То есть это тоже, и ты от этого кайфуешь, понимаете. И вот я, например, от этого адреналин еще больше получаю. У меня уже еще там какие-то есть мысли там сейчас красивую детскую площадку сделать именно в том, где мы там газифицировались. Вот, то есть чтобы дети уже туда приходили со своими мамами, там, чтобы они были там, озеленить ее, там. Это вот следующая, там, такая, знаете, она, как бы, следующая ступень. Потому что вода есть, газ есть, свет есть, интернет есть. То есть, ну, в принципе, наше вот это, я говорю про поселение, где непосредственно наши родители живут. Не в самом Литвинене, а в хутор наш. Ну, поэтому, как бы уже хочется творить дальше. Вот они обратились с просьбой, нельзя ли газ туда провести. И вот потом он обратился, Виктор Николаевич, вот как бы, я говорю, давай изучим пополней этот вопрос. Пришлось изучить этот вопрос газификации. И выросло сегодня, если так коротко сказать, он возглавил партнерство некоммерческое. И полное доверие людей ему было. Это связано с деньгами, это связано со сбором денежных средств, связано с проектами, с работой большой. Огромные работы. И вот он, ну, члены его правления, и мы поначалу там курировали эти вопросы поплотнее, а потом уже самостоятельно. И они сегодня имеют в этом поселочке 3,5 километра газопровода, 2,5 километра водопровода нового проложили к домам. И из 100 приблизительно 70 участков, сегодня больше 80 уже домов, которые уже оформлены полностью. И участки, и имущество оформили свои дома. Поэтому и газ имеют, провели. У вас такой хороший, позитивный, азартный созидание. Да, в этом, конечно, мало кто, как бы, знаете, не суди, не судимым будешь. Да, люди судят, я говорю, не судите по себе, понимаете, нельзя всех. А что, вам говоришь? Нет, нет, просто бывает у них, что так просто не может быть. Многие так задают вопрос, ну, не может быть, что мы не верим, что так. Я говорю, ну, это ваше право, у каждого человека есть свое право на... Они не верят, что вы это делаете? Ну, не то, что, да, все, вот вы мне же задали вопрос вначале, что делают из корыстей, там, вот я там что-то сделал, дайте мне там кусок земли на 2 гектара, там, да, да. Да, 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 я вам построю, вы мне за это, да. Так вот, я могу сказать, что вот 12 сотых, которые родители получили, будучи отработав по 40 с лишним лет в нашем, как бы, из поселения, вот мы живем на них. И как бы... Да, ну, вы знаете, это просто, да, это наши люди уже просто привыкли к тому, что если ты занимаешься, там, предпринимательством, если так далее, и тому подобное, тебе что-то нужно. Это у нас вот так вот заложено. Что вот просто так... Ну, ты хотел, чтобы так не думали, почему? Потому что каждый человек разный, нельзя же всех под одну, правильно? Нет, конечно. Хотя многие говорят, вот, там, судя, там, по одному можно судить уже обо всех, правильно? Ну, потому что, знаете, как мы видим, да, там, по телевидению, и в том числе и в нашем районе, есть люди, да, делают, делают, а дальше ты узнаешь, что за этим деланием стоит просто грязнющая история, в которой страшно... Это плохо. Да. Это очень плохо. Вот, поэтому у людей складывается стереотип невольно. Вот мне не хочется, чтобы у людей складывался не только обо мне, а обо всех людях, которые делают. То есть, в поселениях, в каждом поселении был человек и не один, который делали бы именно для своего, для своих людей. Нет, нас много. Я радую, меня радует тому, что в нашем поселении много энтузиастов, много таких людей, которые действительно с душой, вот, относятся к своему поселению. Именно в рамках своего масштаба. Почему? Потому что нельзя не обетное не объять, понимаете? Конечно... Да, да, хвататься за все, наверное... Знаете, когда мысли приходят, вот лежишь, спишь, засыпаешь, и тебе что-то хочется там помечтать, подумать, так, а как бы я сделал вот так? То есть, очень хорошо мысли, тем более, еще на свежем, рядом свежий воздух, и вот их уже рисуешь, да? Порой супруга говорит, ну, что ты там делаешь, хватит, давай спать. Я говорю, нет, мысли идут интересные, понимаете? И когда они воплощаются, это вообще здорово получается, понимаете? Когда ты их подпитываешь вот этими. И ты знаешь, что это правильно и хорошо, вот, и еще они сбываются. То это вообще здорово. Мой муж такой человек, ему нравится делать, делать для людей что-то. Вот он, знаете, вот мы едем на машине, вот он видит, трава там выросла дома, надо бы скосить, конечно. Вот тут дети играют, тут надо бы скосить. И когда вот он там скосит все, вот он едет, там ребятишки бегают, мяч гоняет, вот он получает от этого удовольствие. Он, у него какое-то это, знаете, я не знаю, это, наверное, врожденное, что ли, качество. Ну, ему это нравится. Ему нравится, когда горит свет на катке, играет музыка, детей полный, каток. Он наслаждается. Потом вот даже надо приезжать, мы, например, едем откуда-то, ну, вечером. Он говорит, да, я постоим. Вот мы встанем возле катка, в машине сидим. И вот он наблюдает, как дети, как люди, взрослые, ну, все отдыхают, вот катаются на этом. Он получает от этого кайф, он удовольствие от этого получает. Ему нравится, чтобы все было хорошо, чтобы было удобно для людей. Вот провели газ в деревне. Да он был счастлив больше, что не ему провели, а что во всей деревне газ провели. Что мы теперь, как это, цивилизованные люди, у людей есть тепло, людям хорошо. Вот он ходит, ну, как у вас спрашивают людей? Ой, так хорошо. Вот он от этого, понимаете, он заряд, заряд бодрости какой-то, энергии, вдохновление у него появляется. Я не знаю, вот это у него было всегда. Мне это нравится, в принципе. Не у каждого человека есть такое качество. Не каждый любит, вернее, не каждый может порадоваться за другого, что у него чего-то появилось, например. Да, вот, например, кто-то купил машину. Он до рад, до невозможности, потому что у человека появилась там хорошая, там, или кто-то построил дом, там, или кто-то там, я не знаю, у кого-то родилась внучка, там, или дочка. Он умеет радоваться чужим радости, понимаете? А чужой горе он сопереживает, как свое горе. Вот в этом у него это не отнять, это его такие качества. Конечно, он не идеальный, я не могу сказать, что он там такой идеальный, нет, у каждого человека есть свои какие-то недостатки, достоинства. Но вот такие качества есть не у каждого. Вот в этом его отличие от других. Но вы видите уже вот такую картину идеального своего поселения, то есть как оно должно выглядеть? То есть вы же уже практически всем пропитались там. Да, вот мне бы хотелось, прям вот моя мечта, это вот, наверное, самая такая козырная, вот прям вот это, во-первых, второй детский сад, потому что у нас переполненный детский сад. Это большая проблема для всех. Да, потом обязательно бассейн и ледовая крытая площадка, с которой мы сейчас ведем переговоры, там 2-3 организации как бы заинтересовались, то есть как выступить у нас инвесторами. Потому что у нас же все-таки спортивный клуб, 1,2 гектара, то есть можно на них разместить. Не надо нам какие-то фешенебельные, там супер-пупер красивые, нам надо, чтобы люди приходили и занимались, понимаете. Не надо нам там бассейн там за 50 миллионов, надо построить обычный, чтобы он был соответствующим техническим нормам, и чтобы люди наши приходили и занимались. Вот вам опять здоровье, уроки физкультуры, вот вам плавание, вот вам спины больные сорванные, вот вам пенсионеры пришли, поплавали, посидели в сауне, погрелось. Понимаете, вот, это жирный будет плюс нашему поселению, если мы хотя бы вот, ну не в этом году, может быть в следующем, вот эти две темы. Но с садом я не знаю, конечно, там может быть, он все равно у нас как бы в проекте есть, потому что поселения не хватает, однозначно. То со спортивным вот этим, потому что, ну, с этими комплексами обязательно хотя бы бассейн или ледовый, ну или поэтапно, сначала, например, ледовый, там, потом бассейн. Эдуард Львович нам во всем помогает. Прежде всего, в 2000 году сделали хоккейную площадку новую. Вот, участвовал тоже Эдуард Львович. Это расширение наших, наших зданий. Только за счет его, только за счет его. Все вот эти вот пристройки, все пристройки, которые мы сейчас сделали, это огромная помощь Эдуард Львовича. А в школе у нас Литину прекрасный зал, но он был уже в таком, в изношенном, мягко говоря, состоянии. Вот он полностью отремонтировал, помог произвести ремонт в этом зале. Восстановил канализацию, там, освещение и так далее. Привел в порядок. Там группа до сих пор занимается в зимние периоды особенно. Сами видите, какая погода. Зима, да, дождь, снег, снег, дождь, все. Как только это все, сразу все сидят дома. Да, да, да. А так они будут все там, будут конкурсы, будут фигуристы, будут хоккеисты. Мы откроем обязательно, тем более у нас своя спортивная школа, понимаете, которая финансируется в области. Это же тоже плюс. То есть не надо штатные единицы набирать, потому что глобальные. Они у нас есть, только надо построить. И отдать часть инвестору, конечно, он же, если вложит, на коммерческую основу. То есть люди, вот мы ездим сейчас, вот вы мне задали опять вопрос, начали, где же вы тренируетесь? Да, мы отвозим все деньги свои, отвозим. Мы Тищи, Балашиха, Москва. Добираемся туда по два, по три часа. А вы знаете, себе стоимость льда там стоит порядка 15 тысяч рублей. Вот если я полтора часа в неделю на команду беру, вот сложите. Это большие затраты. Это очень большие. И у нас не одна команда, и Щелковские, и Фрязинские, и все ездят туда, потому что все любят хоккей. Но вы сейчас с учетом этих пробок, понимаете, а если он будет здесь, это какая благодать-то будет? Это уже и в семье будет массовое катание, музыка играет, мы по кругу катаемся. Я тоже думаю, у нас большой спортивный стадион Озерова, шикарный. Мы построили, да, но почему бы не сделать такой большой. Действительно, вот я бы бывала в Снежком, вот этот комплекс, да? И думаю, ну как бы было здорово. Вот я на лыжи встала недавно, да, один раз. Да. И я поняла, что я бы с удовольствием, но ездить постоянно вот туда, это очень тяжко. На открытом воздухе, да, но не много ты сможешь там, ну вот зиму, да, прокататься. А может быть летом ты хочешь потренироваться, а на зиму еще куда-то поехать. И вот такой горнолыжный комплекс или какой-то вот такой большой ледовый дворец, он бы был вот идеальный для нашего района. Это самые опасные времена года, это весна-осень. Это самые опасные. Почему? Потому что дети пошли в школу, вроде уже дождь, снег, прохладная погода, им заниматься уже, ну как бы на улице нет, им хочется куда-то себя. Поэтому они сейчас где? В подъездах рисуют, сидят, там где-то пивко, понимаете? А когда будет бассейн, это представляете, какой плюс будет? Сразу минус преступность, однозначно будет. Почему? Потому что это уже дети уйдут с улицы, у них глаза будут вот такие, а плюс еще вот эти овечкины, ковальчуки, да, это же вон наши звезды, да, они все-таки не за горами Олимпиады в Сочи, это будет так же, шажочек мелкий туда, и детишки побегут туда, и они будут там свою энергию отдавать, а не в подъездах и на улицах. Ну, коли уж мы заговорили о хоккее, да, наверное, стоит упомянуть о последней игре крупной, которую наши, в общем-то, так достаточно, ну, легкомысленно провели, мягко выражаясь. И, знаете, у меня со всем этим связан один вопрос, и я не знаю, ну, может быть, это мое мнение, но я слышала уже, что такое, к такому выводу пришли, что нету, не готовят хорошие, то есть... Нет кадров у нас. Нет кадров, да, не готовят преемственность, вот нету этой преемственности. Конечно, нет, ну, во-первых, надо начинать с... С небольших. Если вот мы были в Финляндии, мы были в Швейцарии, мы были в Германии, ну, вот поселение стоит 5-10 тысяч, обязательно, ледовый дворец, зал, бассейн, 100%. Мы куда не идем, велосипедные дорожки, да, мы к этому, да, конечно, это мы сейчас можем фантазировать, но мы же можем к этому прийти. Что нам мешает отдать какие-то средства, ведь налогоплательщики же платят, ну, я не знаю, в поселении же, наверное, не в нашем поселении, а в районах, ну, должны же и высшие стоящие люди заинтересованы быть, чтобы их район, там, это, город были здоровыми. Здоровыми. Не только же дома надо строить, правильно? Ну, давайте мы настроим домов, люди приедут, дальше что будет? Коллапс? Куда пойти заниматься? Если человек сейчас смотрит с Москвы, сейчас все уезжают. Да, сейчас все едут в область, сейчас все едут на природу, куда-то, куда можно... Конечно. Потому что Москва забита. А если рядышком будут вот такие, вот, пожалуйста, это опять пополнение бюджета местного, им легче, вот, приехали, не надо куда-то опять, они знают, что есть там бассейн, есть заняться чем-то, занять своих детей. Это одна из самых главных задач тех же нормальных родителей, которых воспитают. Одно дело, они с ними дома ковыряются, это одно, а другое дело, когда они приводят их куда-то, просто даже, ну, там, поплавать. То есть, ребенок все, поплавал, хапнул вот этого адреналинчика, пришел, покушал и лег спокойненько спать. Да? Сделал уроки? Да, вот и все. И ребенок загружен в хорошо. Он загружен по полной. Вот они, наши резервы. А тут дяденька тренер ходит, смотрит, вижу одного маленького, второго, третьего, пригласил их. Все, вот вам, пожалуйста, уже это. И заниматься с ними, понимаете? Не имитировать бурную деятельность. А именно заниматься. Ну да, да. Если у них была самая великая, то сейчас мы то провалимся, то не знаем. Но это же система. А вот касаемо, вот фильм недавно вышел «Легенда 17», смотрели вы его? Ну, смотрел, но не полностью. Я так эти отрывками смотрел. Я полностью фильм, мы сходили с супругой сходить, но как-то не удалось сходить. Но мы его посмотрим. Да, я посмотрела фильм, там такая, знаете, сильная, очень национальная идея заложена. О том, что, да, как люди готовились к этому турниру, да, выехать и показать нашу силу и мощь спортивную. И на это клали все. На вот этот алтарь клали все. То есть, по сути, люди, да, они стремились, они работали и так далее. То есть, вы поддерживаете это? Ну, конечно. Может быть, сейчас немножко мы утратили вот это все как-то больше вот к финансам, там, знаете, вот эти миллионные контракты. Может быть, некоторым голову вскруживают они. Но опять же, касаясь финансов, вот вы по роду деятельности, я так понимаю, предприниматель. Вы, вот, магазин Детский мир и ваши партнеры, вы их, собственно говоря, владельцы, правильно, да, сеть магазинов. То есть, доход ваш основной это предпринимательская деятельность, да. То есть, казалось бы, вот предприниматель, да, на что он может вкладывать деньги? Опять же, покупать землю, строить дома, продавать их и так далее. Или там вкладывать в какой-то бизнес за рубежом, опять же, развивать или еще что-то. Вы предпочли другой способ? Пошли, да, в свое поселение или там, где я живу. Почему? Потому что, ну, а почему бы нет? Вы об этом так говорите, вы понимаете, вот, ну, вот, обычно, да, то есть, стандартное мнение, что предприниматель – это человек, который занимается исключительно своими интересами. Вы живете в интересах людей, получается. Ну, я хотел, хотел так жить, я так и живу. Понимаете, мне по жизни достается, если в школе, в садике я был, в старшем группы, если в спортивном классе, я был капитаном команды. Да, если в ПТУ, я был, в ПТУ техническое образование получил, я был старостой, в институте я был старостой, в армии я был замком взвод. Вот, поэтому, может быть, знаете, вот эта линия, она как бы идет, сопровождает меня. Я также нес автомат, когда люди падали, и также, потому что я физически был нормальный, и также его нес, поэтому также и в садике помогал, также и в хоккее помогал, если кто-то кого-то обижали, понимаете. Поэтому, может быть, это и заложилось, и плюс родители еще воспитали в правильном направлении. Поэтому, может быть, это все сейчас дает какие-то плоды. Моя мечта была, мои друзья играют сейчас в НХЛ, это Зилипукино закончили играть, я мог играть там, но не получилось, да. Вот, ну, видите, как все перевернулось. У меня сейчас в моем позднем возрасте предоставилась такая возможность, и мы вот ездили сейчас на турнир в Сочи, где собирались все легенды, все Владислав Третьяк, там, Фетисов, вот мы были в Сочи, экзаменовали вот эти все стадионы. То есть, как бы приятно было в той атмосфере, как раз у нас были возраст 67-й год, 68-й и старший. То есть, мы как раз были там самые молодые, и поэтому у них что-то чему-то подчерпнули, то есть, у них мастерства, в ихнем общении с ними, то есть, какие-то они нам рассказали задачи, перспективы, там, нашей, там, российской сборной к Сочи. То есть, какая подготовка будет у них, там, вот, какие там по детям, вот, ну, интересные предложения, что нужно создавать опять эти спортивные школы. По детскому спорту, да? Восстановить, там, Воскресенскую школу, Электростальскую школу, хоккей, которые уже все за... Ну, как бы, это же были одни из самых первых школ. У нас всего-то было два дворца. Это сейчас у них, там, чуть больше. Поэтому... Не сожалеете о том, что не сложилась хоккейная карьера? Да нет, а если не сложилась, тогда бы я не встретил супругу, у меня не родился его сын, понимаете? Ну, кстати, давайте уж, Коля, эту тему затронули семейную, да? Вот ваша супруга, она домашнее хозяйство ведет, да? Да нет, почему она ей помогает мне? Она была почти 20 лет учительной начальных классов. Замечательная профессия. Да, то есть... И в один прекрасный момент просто... Вот я опять думаю, что учителя – это очень сильные люди, и поэтому их нужно беречь и ценить. И я бы, например, вот, как сейчас, например, там, по две группы, там, детей, так невозможно. То есть у человека должна быть... Это мое опять мнение, что, однако, там, один класс, да, там, отвел ты 4 года, тебе должны дать хотя бы год отдохнуть, чтобы ты восстановился своими нервами, там, так далее, там, здоровье, папа, и пошел опять дальше. Такого у нас не происходит. Поэтому человек истощается, и он... И превращается работа в нервное, каждодневное... Да, поэтому... А это все может отражаться на семье, так далее, и тому подобное. Поэтому человек, вот моя супруга Наталья отработала там почти 20 лет. Мы пришли к общему мнению, что, ну, можно... Можно уже отдохнуть. Да, потому что она отдала все тот потенциал, вот, и здоровье, как бы, и связки, и там, и... Да, это очень затратная профессия. Да, поэтому сейчас она просто, ну, берет детишек своих, там, у нас много маленьких детей, там, родственников очень много. Она их все помогает, ведет, готовит к школе, то есть, вот, и занимается дома. Ну, любому мужчине нравится, когда все внимание уделяется ему, семье, чтобы больше было внимания дому. А учительская профессия предполагает, что ты большую часть времени отдаешь школе и детям. Ну, сами представьте, там, праздники какие-то, там, соревнования какие-то, там, контрольные, то есть, все, тетради каждый день. Ну, конечно, ему это не очень нравилось, что вот я сижу там, занимаюсь тетрадями, а он мне, пойдем там, на каток там, или еще, подожди, мне надо контрольную проверить, тут мне надо... Вот это его, конечно, немножко напрягало. И когда, и потом, учительская работа, она действительно отнимает много здоровья, нервов, сил, это, как может быть, любая другая профессия, когда долго работаешь. И вот он мне постепенно стал уговаривать, Наташа, ну, давай, ну, закончим, Наташа, ну, давай, давай, вот, найдем что-нибудь другое. Ну, и вот, как это, вода камень точит, и вот, произошел такой момент, когда, да, говорю, да, наверное, уже я подустала, может быть, уже здоровья не хватает столько отдавать, вот, сколько надо отдавать. Не просто пришел для галочки, а чтобы дети тебя с душой принимали, чтобы ты к ним шла с душой, это вот нужно чувствовать просто. Нужно вовремя, как это, нужно вовремя уйти, чтобы дети были довольны, вспоминали с удовольствием, и ты, чтобы вспоминала с удовольствием. Вот так же помогает нам в бизнесе, то есть, когда тяжело, там, во время сезонов, она помогает, выходит на работу. Так же продавцом, и ничего не чурается, там, что она там, жена, там, предприниматель, директор, руководитель, да, она так же, ну, такая же нормальная. То есть, она ваш верный друг? Да, верна во всем. Мы отдыхаем всегда вместе, мы ездим отдыхать вместе, если дома, то мы тоже часто вместе. Ему нравится, когда я с ним езжу куда-то, там, не знаю, в любое. Нам нравится быть вместе, везде. Мы познакомились на дискотеке в 90-е годы, нет, в 89-м году мы познакомились. Ну, и с котей, как всем, как вся молодежь, гуляли, отдыхали вечерами по субботам, у нас были такие вечерние гуляния. Ну, и знакомство завязалось. Он приехал к своей сестре, вообще он с города Литра Стали, приехал к сестре, ну, на выходные. И, чисто случайно, я его пригласила на медленный танец, потому что, как бы, новые люди появлялись у нас редко, в нашем поселке. И кто новый появлялся, сразу все внимание обращали. Ну, я видела, что он на меня смотрит, смотрит, а подойти не решается. Ну, был белый танец, и я просто чисто из любопытства, из женского любопытства, думаю, что же это там за молодой человек появился. Ну, пригласила на белый танец. Ну, а после этого белого танца дискотека закончился, он ждал меня у выхода. Я вышла почти последней из клуба. И он пошел меня провожать. Вот так мы и познакомились. В принципе, и он стал приезжать каждые выходные, а потом уже не каждые выходные, уже на неделю стал приезжать. И мы с ним так встречались, наверное, целый год. Хочу рассказать вам еще один случай, с которого началась наша семейная жизнь. В день свадьбы, как обычно, всех встречают, люди встречают молодых, не молодых жениха, встречали у подъезда. Подъехали машины наряженные, такие красивые. И вышло много-много молодых людей. Среди них был один молодой человек, накрытый покрывалом. Бабушка моя, глядя в окно, и спрашивает, боже, Наташа, а он что, у тебя какой-то другой национальности? Я говорю, да нет, русский. А почему ты спрашиваешь? Она говорит, да он какой-то скатерть какой-то на нем. Я уж думаю, боже мой, сама муж не знаю, чего. Выглянула в окно, смотрю, действительно, стоит парень, накрытый покрывалом. Говорю, а ботинки-то у него какие-то не новые. Говорю, не может быть, что это он, и невысокий он какой-то. А что вы думаете, в это время, совсем с другой стороны дома, мы ездили на четвертом этаже. Оказывается, подъехала пожарная машина, на этой пожарной машине был мой муж с букетом цветов. Они в тихаря поставили вот эту длинную лестницу до четвертого этажа. И он по этой лестнице залез наверх, а мой брат, Саня, ему подыграл, открыл окошко незаметно. И вот мы, ждав его там, с той стороны, а он залез с этой стороны. И вот так вот весело, со всеми цветами, со всеми друзьями завалился в мою комнату. Вот так это было. Вот такой он был романтик. Он хотел удивить меня, чем-то поразить, и это ему удалось. Вообще человек, не надо сказать, мне повезло с моим мужем. Таких людей претишь нечасто. И я была благодарна судьбе, что именно он попался на моем пути. Он человек очень надежный, я за ним как за каменной стеной. За этого очень люблю и обожаю. Со всеми его достатками, недостатками. За все. И просто за то, что он есть такой, какой он есть. Мы его любим. Очень-очень. А сын ваш чем занимается? Сын закончил с красным дипломом, с серебряной медалью. Вот он в школу. Закончил сейчас институт. На первых позициях, да? Ну, не знаю. Он, может быть, скорее в маму, потому что маму хорошо учился. Но я тоже неплохо учился. Закончил сейчас вот и работает у него в бизнесе управления. И так же он пошел по моим стопам. То есть уже я-то, как бы говорится, самоучка. То есть без каких-то там знаний. Таких вот. А он уже именно закончил тот у него институт, уже где профессиональный подход. Я ему говорю, вот дерзай. Вы его привлекаете? Да, уже привлекли. То есть в Трубину он у вас верный соратник? Да, да, да. Вот он сейчас работает в Балашихе, там большой детский магазин наш. То есть он там работает. Ну, папа в жизни для меня это, знаете, как путеводная звезда, которой всегда хочется стремиться, вот, которую очень сложно бывает достичь, потому что все-таки он в своей жизни уже достиг очень многих высот, вот, сделал для общества очень много всего полезного и нужного. вот, он для меня такой, как бы, идеал, к которому нужно стремиться. Он честный, то есть он всегда говорит все в глаза, никогда не будет, там, что-то за спиной где-то. Он всегда скажет правду, в глаза, вот. Второе, это он ответственный, то есть он никогда не бросит, не подведет, неважно кого, там, знает он его человека, не знает, он всегда не оставит человека в сложную минуту, вот. Ну, и третий, скажем так, он мудрый, он дает очень правильные и нужные советы по жизни, как мне, так и остальным. Глядя на отца, то есть у меня есть цель, как бы, быть не хуже, вот. Не скажу, что лучше, потому что делать это очень сложно, но быть не хуже. Какими качествами должен обладать успешный, вот, предприниматель, на ваш взгляд, успешный организатор, успешный человек, общественный деятель, вот, выделите основные. Ну, по-первых, он должен быть честным, порядочным, вот. Редко услышишь такое, ну, в смысле, такие качества редко найдешь. Ну, и работоспособность, вот такие качества. Это для меня вот честность, порядочность и работоспособность. То есть выкладываться полностью для достижения каких-то благородных, или, там, ну, всяких целей, которые ты поставил по работе по своей, или в плане, там, еще какого-то мероприятия, даже провести какой-то праздник. Его же тоже надо провести с душой, не просто для галочки, правильно. У нас были интересные праздники, вот, например, в этом году, 10 лет нам было детскому мирному рамку, и мы организовали хороший, очень хороший, я считаю, праздник, было телевидение. То есть, ну, понимаете, одно дело просто там, да, а другое дело, ну, просто с душой там пригласить, как и да, пригласить артистов, пригласить, это же тоже, как бы, цитрата. Да, можно просто там, а с другой стороны приятно. А вот такой момент, к вам обращаются, наверное, не только власти, но вот местный житель, обычный человек, может к вам прийти с просьбой? Да, может, приходит. Вы всем помогаете? Ну, если могу, почему бы нет. А какие бывают просьбы, ну, к примеру? В общем. Ну, к примеру, можно, например, там, вот, пришла вот прям вот недавно бабулька с нашего дома, говорит, Эдуард Львович, ну, ты песочница, песка-то нет уже, уже прошу вот, я говорю, хорошо, завтра будет. Ну, вот песок есть. Привезли, песочница, дети довольны, 10 человек сидят, уже ковыряют, смотришь на следующий день, идешь, адреналин хапаешь. Чувствую, травой заросло все. Ну, вот у нас тут вот не пройти, не проехать, я, у нас есть свои эти, садовники, я говорю, сам, Александр, у меня к тебе просьба, он говорит, Эдуард, что у нас сделать? Я говорю, ну, у нас там деревья надо подстричь и окосить, можно сделать. Все, через три дня это сделается, понимаете. Ну, вот человек попросил, если это я могу сделать, да. Если уже я не могу, например, там, ну, когда у нас там, я говорю, ребят, ну, это уже не, там, детский сад, Эдуард Львович, я говорю, ну, понимаете, это не мои компетенции, раз. Во-вторых, ну, это совсем другие средства, это два, да. Я вам открыто говорю, что я буду так же помогать в этом, лоббировать эти, чтобы действительно у нас когда-то появился еще один детский сад, понимаете. Вот. Такие вопросы. Знаете, наверное, ваша голова прям не нарадуется, что у него есть такие помощники, ведь это очень важно. Когда, знаете, у человека, который стоит, ну, руководителя, да, есть люди, которые не разгребают по углам, да, а помогают. Нет, ну, во-первых, это самое очень ценное, что глава и люди, которые здесь окружают и живут, ведь мы же, ну, как бы являемся какими-то избирателями, правильно, то есть мы верим или там, и вот эта взаимосвязь, она должна быть. Почему вот самое страшное, если нет вот этой связи, то это будет очень, ну, не очень хорошо. То есть все это будет распад. Понимаете, а когда есть едино, да, не все, конечно, я понимаю, что это, опять же, со стороны кажется, вот там, если по щечьему велению, там, если ты глава, ты все это, да нет, это опять система, в которой нужно вариться, в которой нужно жить, понимаете. Вот у вас же получается, понимаете, потихоньку, полегоньку, но выбивать. Вот это вы поставили, вот эту цель, добились, а кто-то, понимаете, а нам бы хорошо, ну вот, а кого привлечь, не знает, а как сделать, не знает. Это же тоже данность, организаторские способности, умение, ведь на ваше, ведь вам доверяют, и не только люди, вам доверяют люди, которые вам дают деньги в том числе. Это приятно, что у людей есть доверие, а это очень ценное качество, когда тебе доверяют. Почему? Потому что, как бы, доверие – это одно из таких, как бы сказать, качеств, что человек тебя не обманет, тебя человек не подведет, правильно, он тебе надеется, понимаете. И ты себя еще вдвойне чувствуешь, что ты должен мобилизоваться и, ну, как бы, не ударить в грязь лицом. Поэтому я люблю истину, какую-то, когда ты человеку говоришь в открытых глазах, то говорить ему любые недостатки или там что-то, как только этого нету, то вот это может и произойти. То ты, если ты честно человеку скажешь, я не могу это сделать, вот поверь мне, ну, что-то. То человек, ну, вроде раз. А если ты ему скажешь, что я, да, 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 ладно, ладно. И ты, вроде, типа, что подговориться там, разошлись там с тобой и все, а человек-то ждет, понимаете. И в один прекрасный момент ты идешь, он глазками-то смотрит, а ты глазки опускаешь и вроде делаешь вид, что ты не замечаешь его. Это плохо. Поэтому лучше сразу сказать, что, извини, пожалуйста, ну, не могу я это сделать. И он будет знать, что сегодня мы эту тему выполнить не можем. Привезти песочек в песочницу там или что-то, понимаете. Но это все равно очень важно. Ну, это мелочь, конечно, но это очень неважно, немаловажно. Это важно. Из мелочей складывается. Для той же уборщицы, если ты преподнес ей просто веник хороший, добротный, да, ей тоже будет очень приятно. И неважно, она уборщица или глава поселения. Она прежде всего человек, так же, как и он. Как же повезло жителям Трубино? Кстати, сколько жителей, вы знаете, сейчас точное количество? Ну, порядка 3-800, по-моему. А с учетом того, что все-таки у нас там застраиваются дома, наверное, 5 тысячам подойдем. И будет больше? Ну, будет, да. Ну, в районе 5 тысяч, а со всеми, наверное, вот. Ну, может быть, чуть больше уже. Там сколько заехали в наши дома, нет. Знаете, слушаю, и очень хочу, такое внутреннее желание, чтобы в Щелковском районе было как можно больше таких людей. Ну, наверное, они есть же, я не верю, что... Нет, нет, они есть, просто чтобы их было больше. Желание, чтобы это все перерастало в то, что не в своих интересах, да, сделать, а в интересах жителей. То есть не то, что я приду, я поучаствую, ну, соответственно, а вот это, конечно... Ну, все равно людям, как бы, все равно людям судить. Людям судить, да. Потому что мы все равно живем для людей и за людей, там, какие-то, ну, дела там. Потому что, ну, для кого? Только для них, только дети могут быть, потом юноши, взрослые, сыряки, пенсионеры, ветераны. У вас, вы работаете с партнерами, с коллегами, а для вас какие качества наиболее важны, вот, в ваших коллегах, с которыми вы ведете бизнес? Да, у меня коллеги есть. Это вот Владимир Владимирович Порошинский, вот, с которым я очень, сколько, 10 лет связан. То есть в них, в нем, прежде всего, что один из моих коллег, вот, это честность, также открытость, правдивость, не боясь указательной недостатки, вот, также у него очень много подчерпанного для себя. То есть я для себя, вот, если я вижу человека, да, я подчерпаю от любого человека. Ну, стараюсь брать все лучшее от него. Почему? Потому что оно пригодится в жизни. И я понял, что оно пригождается в жизни. Так что... Так что здорово, замечательно, что все у вас складывается хорошо. И еще такой вопрос. Как вы видите, с чем вы связываете свое будущее, и как вы его видите, вот, сегодня? Будущее, быть полезным всегда людям. Быть на ихнем, как бы, и жить для людей. Насколько хватит в своем поселении. Ну, я думаю, что это очень достойное пожелание. Поскольку оно достойное и очень доброе, то оно должно обязательно осуществиться. Хотелось бы. А еще, по-моему, вы очень азартный человек. Хотя с виду вы скромный и... Нет, я очень азартный. И такой немножко сдержанный. Да, если я играть и выхожу в хоккей, у меня, конечно, переполняет пара эмоций. Ну, я фанат, понимаете? И поэтому где-то я, бывает, немножко грубоват. Но я всегда приду после той же игры, я всегда извинюсь, говорю, ребят, ну, у меня такое в крови. Вот, понимаете, в крови у кого-то есть, знаете, вот курить не бросить не может. Да, кто-то пить не может бросить. Да, кто-то еще чего-то. А я вот не могу, вот, например, потому что меня так опять воспитали. Наш тренер, Царство Небесное, да, он нас воспитал. Вот не можешь ты бежать за ним, хватай его зубами, рви, но ты должен его догнать, там, шайбу отнять. То есть он нас воспитывал в таких вот, знаете, и поэтому, выходя на поле, и неважно, если ты вышел играть, значит, ты играешь. На поле нельзя просто, знаете, там... Прохаживаться. Да, прохаживаться, потому что это травматический вид спорта, вот, и людей, я вот именно этой инфекции хочу, вот, и они действительно, порой, у меня, да, бывают перегибы, но я всегда извинюсь, говорю, ребят, извините, я там, ну, бывает, там, у меня есть такое, это моя отрицательная черта, да, вот эта немножко грубоватость, но я над ней работаю, работаю. Почему? Потому что ее надо искоренять. Нельзя так, все равно мы, прежде всего, люди, если человек не умеет, допустим, ты пытаешься вроде научить, да, как нас раньше тренер гонял, ты должен. Если ты пришел, значит, все, ты должен научиться, ты должен быть, а если нет, значит, уходи вон там, ну, сейчас-то нельзя так говорить. Почему? Потому что ты обидишь человека, да, он же просто пришел, он тоже когда-то играл, когда-то, там, занимался спортом, и он в своей команде, ну, что, сейчас всех разгоним, останемся там втроем, в четвером, да, это же плохо. Поэтому я это понимаю. И люди это тоже понимают, что я не с какого-то зла там, или там, это я всегда извинюсь, мы сядем всегда вместе там за стол. Если даже вот мы в этом году, Литвинова, выиграла и кубок района, и перенство, выиграли в Электростале турнир первое место, выиграли второе место в Балашке. Вот нас наградили буквально три дня назад большим куботком, медалями, мы сыграли выставочный матч там, вот. Сейчас вот в октябре едем в Чехию, потому что люди выиграли столько турниров, и на 12 дней в Чехословакию, это с третьего по 12-е. То есть просто... Едем, да, в Чехословакию, там будут товарищеские игры, там будут экскурсии, там будут тренировки, подготовки к следующему сезону. Ничего себе! Это вы, это, можно сказать, все происходит как-то по вашей инициативе, и в основном за вас счет, я так понимаю. Ну, по нашей инициативе, не полностью за наш счет, но в основном стараемся как бы помочь. Ну, понимаете, Лилия Иш тоже, они отработали сезонный, неплохой сезон, почему бы нет, они очень довольны были. Я знаю, что вы поощряете так за... Да, да. Понимаете, это очень приятно, когда вот именно есть какие-то цели ты достигаешь. Я вам говорю, если бы это было раньше, у нас такие же цели ставились, там надо занять такое-то место, там занимаешь, тебе там какие-то премиальные, какие-то там путевки. Ну, и раньше у нас было. Вот. То сейчас, я говорю, немножечко мне того не хватило, да, но не получилось. Ушел в армию, все, как бы думал, все. А нет. Видите, как такая страсть в этой жизни. Мне кажется, он сверху все видит, поэтому нельзя грешить. Вот, поэтому и он все задает, наверное, все действительно так должно быть и быть. Ты глубоко верующий человек? Если честно, не совсем глубоко верующий, но стараюсь жить тоже по-таким нормальному. Да. Ну, не так уж прям, ну, потому что я еще нет. Мне, как бы, человек сказал, живи, как живешь. Оно само со временем все придет. Может быть, поэтому так я и живу. Но вы счастливый человек? Ну, на сегодняшний день, да. Ну, и дай бог, чтобы так и продолжалось. Спасибо вам большое, Эдуард Пилович, за очень интересную беседу. И я узнала о вас много нового, погрузилась немножко в ваш мир, схватила вот этот вот азарт, который у вас присутствует, да. То есть, виду, вы такой немножко задержанный человек, но видно, что внутри вас такая позитивная, заложенная такая энергия. Ты живешь, ты должен быть. Да, которая именно, знаете, она созидательная, и она вокруг себя очень много создает хорошего. И я еще раз повторюсь, что жителям Трубину очень посчастливилось, что с ними рядом живет такой человек, помогает им и продолжает это делать. И дай бог вам здоровья, счастья. И надеюсь, что будем о вас чаще слышать. Спасибо вам огромное, но буду стараться. Стараюсь. Буду стараться. Изо всех сил. Спасибо вам большое. Ну, а мы благодарим студию ваш личный мебельер за предоставленную мебель и дизайн нашей студии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok